Господа, кто лучше одевается? В одном углу у нас итальянцы, в другом углу британцы. И да, я знаю, я смешал все страны вместе. Британцы против итальянцев, у кого больше? Господа, узнаем в сегодняшнем видео. Раунд первый, отношение к стилю. Давайте начнем с Англии. Если одним словом описать английский стиль, то это слово сдержанный. Английский стиль в мужском блеске, не в смысле одежды. Одежда является фоном. Одежда носится аккуратно, корректно, следуя определенным протоколам. Также, что касается узоров и цветов, все очень консервативно. Вкратце, английская одежда служит естественным фоном, так, чтобы выделять слова и действия мужчины. А если подбирать одно слово для итальянского стиля, я выберу яркость. Итальянские мужчины-павлины. Они любят яркие цвета, им нравится, когда их одежда выделяется, и привлекает внимание. От итальянцев мы получили слово спредсатура, означающее непринужденный стиль, который требует много работы. Было сложно, но я отдаю победу итальянцам. Второй раунд, цвета и узоры. Итак, начнем с англичан. Они носят темные нейтральные цвета. Одна из причин в том, что плохая погода просто смоет большинство ярких цветов. Поэтому они носят такие цвета, чтобы хорошо выглядеть на том пейзаже и в ту погоду, которая у них есть. В этой стране и на выходных, и на праздниках мы увидим оливковый и коричневый. Так сложилось исторически. Эти цвета носили, когда выходили на охоту. Для маскировки. Что касается рубашек, как правило, одноцветные. В основном белые, также светло-голубые. И рассмотрим клетку. Клетка подходит для выходных. Так исторически сложилось, что мы увидим многие оттенки в аксессуарах, таких как карманные платки и галстуки. На галстуках мы обнаружим определенные узоры. В целом, что касается цвета, у англичан есть правила и принципы, которыми им нравится следовать. Итальянцы же живут в солнечных средиземноморских широтах. Они любят яркие цвета. Они обожают узоры. Они любят большие принты. И они любят светлые цвета широкого диапазона оттенков. Потому что они сохраняют прохладу в их жарком климате. Белый, пепельно-белый, лавандовый, розовый, светло-зеленые цвета. Они здорово помогут, отражая лучи солнца, сохраняя прохладу. Они также носят и конфетные цвета, как ярко-розовый, яблочно-зеленый. Господа, эти цвета не закреплены за аксессуарами или рубашками. Вы также увидите их в пиджаках и брюках. В цветах же я присужу победу англичанам. Мне нравится, что у них есть правила и принципы. Это помогает мужчине начать и затем научиться нарушать правила. Раунд три. Поговорим о посадке. Когда я думаю о том, как сидит английская одежда, я думаю о структуре, покрое. Я думаю о костюме, как о броне. Потому что он делает акцент на плечах, увеличивает грудь, сужает талию. Тут мы видим более жесткие материалы, мы увидим высокие подмышки, английские штаны традиционно идут с высокой талией, более жесткий материал, двойные складки, а также увидим подвороты. Что касается лацканов, на английских костюмах он опускается ниже и заканчивается пуговицей. Исторически сложилось, что он немного свободнее. Но речь не идет о том, чтобы костюм висел как мешок. А что касается итальянцев, я считаю, что в их одежде нет структуры. Это искусство сделать так, чтобы эта одежда хорошо села. Мягкие плечи, пиджаки с полноценной подкладкой, или же пиджак без подкладки, созданный, чтобы прилегать к телу. Но все это сшито таким образом, что выглядит и сидит великолепно. Брюки без складок, без подворотов, с обычной талией. Итальянские пиджаки не только короче, но и лацкана на них расположена выше, потому что пуговица находится немного выше. Ну что, кто побеждает в посадке, это сложно, господа, я объявляю ничью. Раунд 4. Ткань. В общем, если подумать об английской ткани, я считаю, что она тяжелая и прочная. Все из-за условий местности. Вам нужна ткань, которая будет защищать вас от дождя, от холода, от ветра. Главная ткань в Англии – шерсть. Почему? Потому что может впитывать влагу до 30% своего веса, сохраняя ощущение сухости и сохранять ваше тепло. Шерсть используется для многих предметов одежды. Преимущественно в пиджаках и брюках. Ну а также можно обнаружить и среди рубашек. Одна из самых популярных тканей, которая пришла из Британии, называется твит. Во всевозможных вариациях. Хэрис твит, возможно, самый известный. Еще известные ткани – вельвет, молескин, габардин. Среди рубашек, как я сказал, можем увидеть шерсть. Но в основном мы увидим хлопок твердого плетения, твил, сукно, оксфорд. А также мы увидим фланель, как в рубашках, так и в пиджаках с брюками. Что касается итальянской ткани, она легкая, дышащая и приятная на ощупь. Так же, как и в Англии, шерсть хорошо распространена. Но здесь шерсть тропического плетения. И зачастую смешивается с кашемирами или даже махером. Когда вы их трогаете, вы ощущаете невероятную роскошь. Позвольте поделюсь с вами историей. Итальянцы производят эту ткань уже очень давно. И фабрики выпускают эту ткань больше 500-600 лет. Что касается отдельных видов плетения и типов тканей, мы увидим джерси, хопсак. Мы увидим марлевое плетение, которое позволяет воздуху гулять туда-сюда. Безусловно, рубашки делают из хлопка. И тут мы увидим большое разнообразие плетения. Тут и плетение корзинкой, поплин. Но также рубашки шьют из шелка, изо льна. Да, придется гладить чаще, но он очень хорошо дышит за счет плетения и самой ткани. Итак, кто же победил в этом раунде? Опять, друзья, я вынужден объявить ничью. Обе страны надирают всем задницы. Ну и если вам понравилось это видео, я буду признателен, если вы поставите лайк. И если вы новичок на Realmen Real Style, чего вы ждете? Подписывайтесь и становитесь частью нашего сообщества. Пятый раунд. Поговорим о причинах, почему мужчины одеваются стильно в каждой из стран. Я знаю, что я делаю большое обобщение, но я считаю, что при выборе одежды англичанин думает об обществе. Что это за общество, чего они ожидают и какая у них одежда. Если он хочет соответствовать одному уровню, находясь на другом, есть система правил определенных слоев, как нужно одеваться, чтобы соответствовать. Что касается итальянцев, то дело в индивидуальности. У вас есть большой выбор, что надеть. Да, люди будут делать определенные суждения в зависимости от того, как вы оденетесь. Но, в общем, вы будете смотреться больше как павлин. Большинство парней одеваются, как им нравится, и они хотят выглядеть великолепно. Многое пришло из истории. До сороковых годов они не могли начать делать костюмы и не имели четких правил касательно их. И в этом раунде я отдаю победу итальянцам. И, похоже, итальянцы обошли англичан. Но я знаю, что некоторые из вас не согласны. Напишите об этом ниже в комментариях. Я хочу увидеть, что вы думаете. Дайте знать, что я упустил, о чем мне следует рассказать, что я забыл в этом видео. А если хотите больше, посмотрите это видео. Я сравниваю итальянские туфли с английскими. Расскажу, чем Гудьер отличается от стишка Блейка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!